Одесса под ударами третий день подряд, сегодня к ней прибавился Николаев, а мы уже забыли, как Виталий Ким выглядит, как он говорит, в начале войны это был один из самых главных спикеров Украины, когда россияне практически осаждали, охватывали Николаев, и потом удалось тогда отбить, уничтожить эту группировку россиян, она откатилась назад, а сейчас Виталий Ким сообщает грустные новости с улиц разрушенных в центре Николаева. ПВО как всегда работали, 2 из 3 калибра сбито, 3 из 5 из Кандеров, 13 из 19 шахедов, но долетели до целей 4 ракеты Х-22, 7 ракет Оникс, как я уже говорил, эти ракеты с низкой степенью точности, поэтому попадают куда придется, куда придется просто попадают, то есть чисто варварские обстрелы городов россиян, чисто террористические атаки с целью просто убить как можно больше людей, нанести как можно больше урон просто городскому хозяйству. И действительно им снова это удалось. В Николаеве пострадали 19 человек, в том числе 5 детей, госпитализированы. Двух человек удалось вытащить из-под завалов, именно об этом сообщил Виталий Ким. Ну, чуть позже пришли новости, все-таки есть погибший один в Николаеве, есть один погибший в Одессе. Есть за сегодня уже погибший в Запорожской области мирный житель, есть погибший в Сумской области мирный житель, в статье арт обстрелов россиян. Так что террористические атаки, убийства массовые мирных жителей россиян продолжаются. Надеемся на усиление системы ПВО, надеемся, что до Одессы, над югом развернется система Патриот, что американские наши друзья и партнеры смогут как можно быстрее ее произвести, ведь они уже заказали несколько систем Патриот, в том числе для Украины, и спасут они жизни людей, жизни людей на юге нашей страны. Хотя, как вы знаете, кроме людей, там еще и материальный ущерб большой наносится. Как выяснилось, вчера было уничтожено 60 тысяч тонн пшеницы, которые собирались направить в Китай. По такой оценке средней цены, это означает, что нанесен ущерб 120 миллионов долларов. Продукция уничтожена на 120 миллионов долларов. Понятно, что россиян потом мы заставим это за все заплатить. Весь мир соберется и заставит россиян за все это заплатить. Но россияне совершенно целенаправленно выбивают Украину с рынков зерна, с рынков сельскохозяйственной продукции. Для этого они уничтожают вот эту самую инфраструктуру портов. В чем задача России сегодня? Они говорят так, пока идет война, мы насытим рынки своей продукцией, займем те рынки, которые раньше занимала Украина, а после войны Украина уже не вернется, потому что у нее разбитая портовая инфраструктура, разбита, у нее поля заминированы, и она нам больше не конкурент. Вот на это расчет в России строится сегодня. При этом они еще, мы об этом поговорим, что там Путин требует, в рамках типа, чтобы вернуться в зерновую сделку, требует фактически допустить сейчас Россию до всех этих рынков. Разрешить им страховать суда, запускать суда в российские порты и так далее. Вот такой бизнес, это все называется бизнес. У России есть бизнес-интересы. Как же не позволить им это? А вот так, как говорит Зеленский, нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить. Слушал я тут рассуждения двух российских либералов на одном из телеканалов, YouTube-каналов, и они говорят, ну вот странно, а зачем украинцы все-таки взрывают Крымский мост? Ведь они же понимают, что будет ответный удар, погибнут же мирные жители. Ну что же, они просто бьют по куску бетона, чтобы потом у них погибли мирные жители. Представляете, либеральные россияне считают, что мы остановимся в этой войне, что мы будем как бы сдерживать себя, исходя из того, что мы воюем с отморозками, с полными как бы нелюдями. И поэтому мы должны, так как мы воюем с нелюдями, мы не должны их, не дай бог, беспокоить. Не дай бог дотрагиваться до их мостов. Может нам еще по их танкам не стрелять? Ну, чтобы они в ответ по нам не стреляли. Может быть так нам нужно? Как там думает российская либеральная общественность? Мне очень интересно по этому поводу. Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить, повторю я за президентом Зеленским. Мы били, бьем и будем бить по россиянам, которые находятся на оккупированных территориях, по всем военным объектам России и по всем российским военным, которые находятся в самой России. Мы обязательно будем бить. Пока не уничтожим всю Россию с клармой, пока не победим Российскую Федерацию и не заставим ее заплатить за все потери и за потерянные жизни. Хотя бы деньгами. Ну что делать, другому с них взять нечего. По моим самым скромным подсчетам, на сегодняшний день каждая российская семья уже должна украинцам и мировому собственному, не только Украине, тут имеется в виду компенсации и Украине, и тем странам, которые, 54 странам группы Рамштайн, которые поставляли вооружение, участвовали в логистике, в гуманитарной помощи и так далее. Каждая российская семья должна где-то от 50 до 80 тысяч долларов, то есть от 5 до 7 миллионов рублей. Каждая российская семья уже должна выплатить. В частности, видимо, изыматься будут и урожаи, будущие урожаи зерновых российские, чтобы, ну, даже понятно, что у бедных семей нет столько денег, придется изымать будущие урожаи в счет вот этих компенсаций. В России хорошее урожаи зерновых, поэтому они будут изыматься в пользу Украины. Украина уже будет торговать по миру как своим этим зерном, чтобы не позволить россиянам таким способом забрать вот эти самые рынки. Некоторые скажут, это фантастика, как мы заставим Россию. За десятилетия заставим, обязательно заставим. Немцев заставили заплатить за все, каждую копеечку. Каждую пулю, которую потратили на немцев Первую мировую, заставили их заплатить. До 2010 года они выплачивали репарации за Первую мировую, а за Вторую мировую выплачивают сейчас компенсации. Ирак заставили платить 30 лет за то, что он сделал с Кувейтом. Россия будет расплачиваться. 100 лет, значит, 100 лет будет расплачиваться. Ну, а пока Россия продолжает кряхтеть и тужиться. Вот Путин, например, не поедет в ЮАР. Ну, я предсказываю, правда, что Путин не поедет в ЮАР. Я, собственно, как бы и не верил, что он решится поехать в ЮАР. Поговаривают некоторые безумно смешные телеграм-каналы, что позвонил ему Ромофос и сказал, что ты мне двоедников не присылай, я их в детстве отлюбил. Но это уже, конечно, анекдот. Согласились россияне, сглотнули, как говорит, сколько можно глотать, все время говорит Маргарита Симонян. Проглотил, еще раз проглотил Путин. Не сплюнул, не сплюнул, проглотил. От ЮАР тоже унижение было проглочено. И решили послать Лаврова, как и просил у ЮАР. До этого отказывались, говорили, что нам этот Лавров, он под кокаином, где мы его сейчас найдем, плавает где-то на яхте в качестве Насти Рыбки у этого у Дерипаски. Ну, найдут, отправят в ЮАР Лаврова. Там над ним будут смеяться остальные участники саммита. Мы знаем, что Лавров ездит за публичными унижениями, чтобы над ним смеялись. Ну, а я в очередной раз, получается, Хеллштейнман в очередной раз остановил войну, поступил в духе барона Мюнхгаузена. В этот раз я остановил войну между Россией и ЮАР. Мюнхгаузен, как вы помните, остановил войну с Англией. Она выполнила его ультиматум. А я вчера подробно описал россиянам, как они будут воевать с ЮАР, как им придется вдоль реки Лимпопо пробираться из Зимбабве через север ЮАР и почему у них ничего не получится. Они, видимо, посмотрели мое видео и прямо буквально через час после выхода моего видео они передумали и сказали, все, Путин никуда не едет, простите, Михаил Павлович, мы все поняли, у нас нет никаких шансов. Так что это тот случай, когда канал Штегман оказался не просто интересен, но и полезен, когда канал Штегман определяет историю. Но мы вообще здесь на канале Штегман такие, на канале Штегман такие. Мы вот в воскресенье долго стебали, Крымский мост обсуждали, как именно он будет разрушаться, прямо вот, как мы будем бить, почему нас не остановят эти российские туристы, которые по нему ездят. И в понедельник мы выяснили, что мы его сглазили. Так что, как говорится, как сказано в фильме про Барон Ньюнхгаузена, присоединяйтесь, Барон, присоединяйтесь. То есть, если вы еще не подписаны на канал Штегман, присоединяйтесь. Да, у меня есть свой канал. Да, если вы смотрите на канале Штегман, просто подпишитесь. Смотрите на любом другом канале это видео, перейдите по ссылке в описании, подпишитесь на канал Штегман. 207 тысяча сегодня вечером будет уже сформирована. Возможно, успеете к 208. Чего всем желаю. Ну, лайки, конечно, тоже ставьте. Как видите, мы здесь еще и кино иногда обсуждаем, а не только политику. Интересное заявление сделал Госдеп, не удержался Госдеп. То есть, не только я троллю Путина за то, что он сглотнул и не едет на саммит Брикс, но и Госдеп США. То есть, у них, видимо, тоже есть свой YouTube-канал, им тоже должны быть подписчики. Госдеп США заявил, что Путин стал международным изгоем. Цитирую. Нет лучшего примера того, что авторитет России в мире значительно снизился, чем то, что президент Путин сейчас вряд ли может пересечь границы собственной страны. Он является международным изгоем, который вряд ли может пересечь собственные границы, опасаясь ареста, заявил Мэтью Миллер, представитель Госдепа США. Ну, пускай присоединяется к нам тоже, предложим Мэтью Миллеру тоже подписываться на канал Штельман и вступать в нашу семью ролей, которые издеваются над Путиным и над воинственно настроенными россиянами. Напомню, что тех россиян, которые против войны, мы всегда готовы здесь видеть, особенно, в первую очередь, тех, кто за победу Украины, конечно, здесь. Не только россиян мы вчера напугали, мы вчера напугали еще и кыргызов, кыргызов. Власти Кыргызстана, выслушав вчерашний выпуск Штельман за сегодня, начали проверку экспорта в Россию из-за угрозы американских санкций. Они начали расследование в связи с угрозой санкций США из-за помощи России. В Кыргызстане власти отвергли, власти Кыргызстана отвергли причастность к госструктур, но допустили, как я и говорил, что это частные могут быть компании, вовсе не обязательно, что это государство. Допустили, что нарушать санкции могли частные компании. Так что, как говорится, письмо позвало в дорогу когда-то в советское время, говорили, а сейчас уже видеоролик зовет кыргызское руководство к принятию некоторых решений, к проверкам и к тому, чтобы заткнуть дыры на границе, чтобы перестать реэкспортировать в Российскую Федерацию товары двойного значения, то есть чипы, которые россияне используют в этих самых ракетах, которыми сегодня бомбили Одессу и Николая. Но вынуждены мы вернуться к фигуре самого Путина. Путин, отчаявшись вернуться за стол для взрослых, то есть который будет в ЮАР, его туда теперь не пускают, а там соберутся лидеры стран третьего мира, наверное, потому что что такое БРИКС, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка и Россия, это страны третьего мира, которые пытаются объединиться против, в противовес странам первого мира, что ли, да, но и за этот стол Путина больше не берут, поэтому он решил окончательно превратить свою страну в страну четвертого мира, выбрал карьеру сомалийского пирата, и вот что Российская Федерация заявила, Россия озвучила угрозу всем судам, которые будут следовать в украинские порты, начиная с сегодняшнего дня, Минобороны сообщило, что выданы информационные предупреждения об отзыве гарантии безопасности мореплавы, значит, с нуля часов 20 июля все суда, следующие в Аквадоре Черного моря в украинские порты будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева, то есть Минобороны России угрожает топить корабли, хоть они под американским флагом, хоть и под каким, гражданские корабли, подчеркну не военные, которые плывут в Украину или из Украины, в украинские порты или из украинских портов. Это называется морское пиратство согласно конвенции о морском пиратстве. Как вы помните, когда сомалийцы решили устроить морское пиратство, и, кстати, некоторое время действовали успешно, они захватывали серьезные корабли, приплывали, кто слишком молодые люди не помнят, может быть, но на надувных лодках из Сомали приплывали пираты с автоматами Калашникова и захватывали гражданские корабли. Почему они имели такую возможность? На гражданских кораблях запрещено иметь оружие. Запрещено иметь оружие, даже в любой охране. Поэтому они просто брали на абордаж с резиновой лодочки и стреляли из автоматов Калашникова и говорили, ну-ка остановитесь, мы сейчас залезем. Залезали и брали в заложники экипаж и потом требовали миллионы долларов и вы знаете, владельцы кораблей шли на это, потому что, например, груз, который в то время, это было уже почти 20 лет назад, груз, который везет один контейнер и ввоз, тогда оценивался в 1 миллиард долларов стоимость груза. 1 миллиард долларов один корабль. Сейчас, не знаю, наверняка уже больше инфляции. Поэтому многие платили. Потом это всему миру надоело, потому что капитаны отказывались туда идти, страховщики отказывались торговать. Как сейчас, все как сейчас. И мировое сообщество направило просто в Адонский пролив, военные корабли и стало топить эти утлые лодочки с сомалийскими пиратами, пока не перебило всех. А то пираты там блатовали, у них просто, они жили там все в золоте, все круто, хорошо, все на кокаине. Вот. Прямо как сейчас в России. Как сейчас российское руководство они жили. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь все-таки мир догадается, что пора бы навести порядок в Черном море, пригонят туда серьезные военные корабли, которые утопят эти утлые российские лодочки. Потому что иначе зачем нам такой мир, в котором есть Россия? Зачем нам мир, которого Россия может взять и единолично решить, что вот в такую страну больше плавать нельзя? Нарушая все законы, все международное право. Нафига нам такое международное право спрашивается? Зачем нам жить в этом мире? Давайте туда вернемся в пещеры. Зачем нам тогда вообще границы, законы? Зачем? Зачем нам суды? Зачем нам конституции? Если любой хулиган может прийти вот так вот, и причем, заметьте, хулиган не самый сильный. Ладно бы это делал самый сильный парень во дворе, как говорится, типа США или Китая. Нет, какие-то обсосы из северо-востока Евразии приплыли и наводят свои порядки. А весь мир просто сидит и прямо в духе Путина выступает. То есть тоже сгладывает. Правильно? Ну, Путин, видимо, сам Путин, конечно, надеется, что в Сомали ему когда-нибудь после войны дадут убежище, потому что больше ему бежать особо некуда. Он, кстати, озвучил, как я уже сказал, условия, на которых РФ готова вернуться в так называемую зерновую сделку. Он рассказал, что там что-то зерновая сделка привела к прямым потерям для российских аграриев в 1,2 миллиарда долларов. То есть, я говорю, для него это чистый бизнес. Он поэтому уничтожил продукцию на 160 миллионов, за которую сейчас россиянам придется платить. 120, извините, 120 миллионов. То есть, как бы вот он потерял за год 1,2 миллиарда, так он 10% отбил тем, что просто уничтожил продукцию конкурента за одной ракетой. И тут он рассказывает, значит, Путин, наша страна в состоянии заменить украинское зерно, как на коммерческой, так и на бесплатной основе. То есть, вы не беспокойтесь, голубь не будет. Мы всех снабдим. Тем более, что у нас в этом году снова ожидается рекордное урожай. Понимаете, в чем дело? Просто свой урожай это делать некуда. Проявление зерновой сделки, в виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Ну, типа, раньше нужно было, чтобы кормить бедные страны, а так мы сами накормим. Мы просто продадим им зерно. Не украинское, а наше. То есть, это конкурентная борьба, способ конкурентной борьбы на сельскохозяйственном рынке. Вот почему мы выступили против дальнейшего продления. Мы не против СМОС-соглашения, как такового, а мы рассмотрим возможность вернуться к нему, но при одном условии. Если будут в полной мере устины, а главное, реализованы, все без исключения принципа участия РФ-соглашений. Нам не нужны какие-то обещания и идеи, что нам, что им там нужно, сейчас скажу. Вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрения на мировые рынки, подключение банков к SWIFT и прекращение всех ограничений, а именно возобновление поставок запчастей для сельхозтехники и решение вопроса с фрактом и страхованием российских судов. А также должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса. Разблокированы российские активы, связанные с сельским хозяйством. Как говорили у нас в школе, а в рот тебе не плюнуть жеваной морковкой? Это же тоже сельскохозяйственная продукция, морковка, правильно? Как видите, мир не пошел ни на одно из условий Российской Федерации, правильно сделал, что не пошел. Российскую продукцию надо полностью отлучить сейчас от любых рынков. И вообще я не удивлюсь, если завтра Украина заявит, почему бы нет, что все суда в ответ, ну, ответная симметричная мера, что все суда, которые идут в российские порты, также приравниваются к военным судам и будут потоплены уже украинской стороны, могут быть атакованы. Потому что у Украины есть беспилотные катера, есть, мы же только что ими разрушали мост. Могут они атаковать российские зерновозы? Могут. Российские зерновозы кем-то охраняются? Нет. У них пушек нет, пулеметов нет. Это когда атакуем мы военные корабли, тогда есть определенная трудность, а тут топи не хочу. Ну, раз они так, а почему не симметричный ответ в данной ситуации? Они нашу морскую, нам морскую блокаду, мы морскую блокаду. Кто-то будет возражать? Я не понимаю, кто может возражать. Ну вот, тем более, что сейчас, конечно, после всех вот этих того, что творит Российская Федерация, террористических атак против украинских городов, американцы с новыми силами бросились нас поддерживать. Вот вчера только выделен новый пакет помощи. В этом пакете 1,3 миллиарда долларов, кстати, ровно столько, сколько Россия потеряла на торговле своей кукурузой, извините, за год, столько нам за день дали военной помощи в ответ. Раз мы столько потеряли, мы столько Украине дадим. В пакет входят новые четыре зенитно-ракетных комплексы НАСАМС и боеприпасы к ним. Вот это, я думаю, подарок, конечно, Одессе и Югу. Жаль, что пока не Патриот, но и НАСАМС тоже неплохо. 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, не знаю, где они взяли, говорили, что вроде такие в мире уже закончились, поэтому перешли на натовский стандарт 155 миллиметров, потому что больше нету 152 миллиметра. Но, видите, американцы где-то исхитрились и изыскали для старого советского оружия вот такие снаряды и поставят их прямо сейчас. Противотанковые ракеты, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотники Феникс, ГОСТ и Свич Блэйд. Феникс ГОСТ и Свич Блэйд. А также средства противодействия беспилотникам и радиоэлектронной борьбы. Вот, кстати, средства радиоэлектронной борьбы нам, видимо, понадобятся очень сильно. Почему? Я уже вчера упоминал о ракете Оникс, с которыми наносился удар по Одессе. Сегодня снова было, как вы знаете, несколько таких ракет, но я обещал, поинтересовался, что же с ними, в чем секрет, почему мы их не сбиваем. Они летят на очень большой скорости, 3,5 скорости звука, летят на очень низкой высоте, сбить, кроме как Патриотом, ничем мы их не можем, но в их случае они подавляемы средствами радиоэлектронной борьбы. Так что есть у меня подозрение, что эти средства радиоэлектронной борьбы тоже поедут в Одессу для защиты ее, ну и Николаев, для защиты Юга Украины от вот этих Ониксов российского производства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова